Привет всем! Сегодня видео будет новое для моего канала. Я такое хотел снять еще до нового года, а именно, что купить сейчас в данном случае в серии техник в этом году. Я думаю, почему переснять ее перед новым годом, все-таки там выходят новинки, оно как бы актуально вроде, но все-таки новинки все надо прощупать, понять, что покупать выгоднее всего и лучше, конечно, сдастся скидок. Понятно, что хочется сделать себе какой-то подарок и прочее, но все-таки какие-то наборы в качестве данного видео именно скорее для коллекционеров, для тех, кто хочет создать самоделки любых возрастов, стоит воспринимать как такую некоторую рекомендацию к покупке, что сейчас на рынке серии техник самое лучшее. Чтобы понять, из каких наборов в принципе выбирать, я ориентируюсь на каталог, то есть в любом городе и вероятнее всего в СНГ вы сможете эти наборы купить сейчас примерно по тем ценам, которые озвучил. Я брал цены с Брикера, с Яндекс.Маркета на момент съемки видео, вторая половина получается марта, и я рассматриваю цены рекомендованные и цены, которые реальные есть в магазинах, по которым можно купить, вполне возможно найти наборы, можно еще дешевле, можно купить их на Авито, например, БУ, то есть один раз собранными. Но я рассматриваю те цены, которые скорее всего можно будет достать в вашем городе или там заказать, например, там из другого города с доставкой. Наборов всего будет 10, я думаю, после выхода летних новинок какие-то наборы уйдут у нас с полок, какие-то новые добавятся, и мы сделаем ближе к осени еще одно такое видео, что же лучше всего купить. Наборы я поделил на 3 группы, даже 4 группы. Это совсем маленькие наборы, наборы недорогие, наборы средней ценовой категории и дорогие наборы, что из них можно выбрать. Здесь не будет никаких эксклюзивов типа Ламборгини или Липхера, потому что это все-таки то, что можно купить не во всех магазинах. Я рассматриваю то, что реально можно в детский мир пойти и купить, там это на полке скорее всего будет. Итак, начнем. Первый набор, который мне кажется... Начнем с самых дешевых. Первый набор, который мне кажется очень-очень достоин вашей покупки, это Класс Ксирилл Мини. Вот такой вот наборчик, обзоры на него делал, на все эти наборы, обзоры я, если они у меня есть, я скину ссылки в описании. Рекомендованная цена у него 700 рублей, реально его найти вполне в магазинах за 499 рублей, ну за 500. Наборчик не очень старый, ему чуть больше года. Прекрасный ресурсник шестеренок, в нем есть шестеренки на 36 и всякие остальные. И как модель он тоже реально неплохой, собрать его интересно. Альтернативная модель у него там, ну конечно, специфическая, но тем не менее тоже нормальная. Прекрасный ресурсник, себе его оставил именно как ресурсник. Так, второй набор, он примерно такой же ценой категории, но он уже в этом году вышел. Это 42-116, погрузчик такой вот красно-белый. Рекомендованная стоимость 800 рублей на 100 рублей дороже, и я его нашел за 580 рублей, то есть также примерно на 100 рублей дороже. Набор тем не менее точно такой же, в таком же примерно масштабе сделан, ну в смысле размер наборчика итогового. И тоже отличный ресурсник, мне кажется, шестеренок, там есть червяк, там есть какое-то количество балок. Он выглядит и как набор очень неплохо, и играть им интересно, прекрасный, прекрасный набор. Третий набор это 42-118, внезапно пуллбэк, грейвдиггер, почему не Макс Ди, просто мне кажется грейвдиггер, там черные детали, черные детали есть у всех. И дополнительные черные детали в качестве панели, прекрасный вариант. Плюс для младшей основной категории собирать самоделки с пуллбэком, мне кажется, будет интересно. Все-таки пуллбэк мотор для самоделок это прекрасная штука, в детстве у меня был там малюсенький бэк моторчик, множество моделек я с ним собрал, мне было весело и прикольно. Его рекомендованная цена 1600 рублей, купить его можно за 1150 рублей, я думаю, хороший набор. Дальше у нас пошли наборы низкой ценовой категории, ну как относительно низкой. И это четвертый набор, 4221, экскаватор, недавно делал на него обзор. Экскаватор, он хорош для начинающих, рекомендованная стоимость 3399 рублей, я нашел его за 2050 рублей и за 2000, вообще отличный набор. Много карданов, много деталей, желтый цвет, как набор, выглядит очень хорошо для такого масштаба, просто прекрасно. Фантастически клевая B-модель, отличный реально набор для начинающих. Я думаю, если деталей у вас не слишком много, то тоже прекрасно пополнит вашу коллекцию, хорошая вещь. Набор номер 5, это Corvette 42093, Corvette уже уходит с рынка, но он до сих пор подается в магазинах. Я считаю, превосходный набор в плане масштаба. Это, по-моему, первый набор в таком масштабе был, с этими вот 45 колесиками, в котором есть макет двигателя и рулевая система, при этом он сделан по лицензии. Сейчас у нас вышли McLaren и Jeep, но все-таки они немножко подороже и мне кажется, они не такие хорошие в плане ресурсности. У Corvette рекомендованная стоимость 3300 рублей, найти его можно за 2150 рублей, чуть-чуть дороже, чем экскаватор. Отличный набор, я думаю, он гораздо лучше, чем в плане покупки, чем McLaren и чем Jeep. А, набор номер 6, в этой целом категории у нас три набора будет. Это мотоцикл Ducati, его рекомендована стоимость очень высокая, 4700, но найти его можно за 3150. И да, там это, конечно, странный набор в плане мотоцикла, но на полке выглядит клево. Много очень красных панелей, муфты, шестеренки передач, амортизаторы. Есть имитация этих вот тормозных дисков, хотя кому она нужна, я не знаю. Но, тем не менее, в нем много шестеренок, есть макет двигателя, крупные эти цилиндры. Если у вас их нет, почему бы их не заиметь? Какие-то модели с двигателем внутренним сгоранием с макетом можно делать. Мне кажется, хороший набор, я, возможно, когда-нибудь себе куплю, может, второй. Чисто ради амортизаторов и колес все-таки набор реально клевый. Следующая ценовая категория, это уже совершенно дорогие наборы, но здесь у нас уже почти все с электрикой. Итак, седьмой набор, это вот буквально совсем новенькая баги 42-24. Рекомендованная цена, конечно, у меня очень большая, 12 тысяч рублей. Я не затрудняясь, нашел ее по цене 6200 рублей. Баги отличные, набор подвески с перья независимой, сзади какой-то зависимый, тем не менее. Дифференциал, два мотора, блок Control Plus современный, то есть всегда можно решать его какую-то электрикой, докупать моторы. Внешний вид прекрасный, какое-то небольшое количество тем не менее панели. Отличные новые колеса, 75 миллиметров, отличное приобретение для пополнения коллекции или как первый набор с дистанционным управлением. Восьмой набор, и тут уже реально тяжелая артиллерия. Это просто шикарнейший ресурсник, это 42-110 Land Rover Defender. Набор, на самом деле, изначально был довольно-таки дорогой, но сейчас у него тогда была заявлена рекомендована цена 15 тысяч рублей. Я нашел его за 9540, я думаю, уровень десяточки его спокойно можно взять. Огромное количество деталей, независимо от подвеска, коробка передачи, много панелей. Цвет, конечно, нераспространенный, но в остальном набор очень-очень крутой ресурсник. Просто вот купить его на детали обязательно стоит. И собрать при этом тоже, потому что модель, он тоже очень-очень крутой, одна из лучших моделей. Это вот реально, наверное, было у Лего много суперкаров, это вот шикарнейший суперкар. Шикарная модель, стоит вам купить ее. Это была такая маленькая категория, всего два набора, на самом деле, я нашел. Машина Top Gear ни о чем, мне она кажется неинтересной. Что-то еще такого в сегодня категории, на самом деле, у Лего почему-то просто нет. Вот, и поэтому пошла самая дорогая категория, еще два набора. Это девятый набор, рекомендованный мной к покупке. Это 42.099, экстремальный внедорожник. Рекомендованная цена у него сейчас, по-моему, двадцатка или, может, меньше. Но, тем не менее, на Бликере заявлено 17 тысяч рублей. Нашел его за 11, и это такой же вариант, как и Багги. Там есть на один мотор больше, там 2 XL мотора. Ну, там 107 колеса. Там это единственный пока набор с планетарными редукторами. Надеюсь, появятся еще наборы. Я думаю, появятся на месте. Птичка нашептала, что, я думаю, скоро все будет. Вот, и также там не совсем подвеска. Какое-то количество еще всяких разных деталей. Мне кажется, набор, он действительно хороший к приобретению. У меня таких целых 2 я себе купил, потому что, ну, планетарки нужны. Вот, и десятое место, на самом деле, по цене примерно то же самое. Но деталей в нем гораздо больше. И тут вопрос, что важнее планетарки или количество деталей. Это 42-114 Volvo 6х6 самосвал. Рекомендован на цену у него 20 тысяч рублей. Реально найти в два раза почти дешевле за 11. Огромное количество деталей, правда, все они желтые. Вот. Очень много шестеренок, много моторов. Как модель собирать? Клевый, интересный. Большой, красивый. И мне кажется, этот список 10 наборов, он сейчас максимально интересный в плане приобретения. Купив любой из этих наборов, я думаю, вы останетесь довольны. И посмотрим, что будет. Через полгода ждем летних новинок. Там, по-моему, 4, наверное, набора, как я полагаю, выйдет. Я уже увидел два. Я думаю, вы тоже можете их увидеть, если просто нагуглите или вступите в какие-нибудь группы ВКонтакте, там, в Инстаграме, какие-нибудь аккаунты. Ничего показывать я вам не буду. Не хочу полететь, чтобы у меня Лего потом ата-та сделала. Вот. Такой вот список топ-10. Если вам видео понравилось, напишите, какие-то наборы у вас уже есть, что вы думаете вообще, в принципе, в этом видео. Как вам, может, стоит разнообразить, дополнить через полгода. Дополним, сделаем, разнообразим. Колокольчик нажмите, чтобы его не пропустить. На канал подпишитесь, если вы не подписаны. И всем вам хорошего. Пока.